Данил Черко Я пока не определился со своей профессией, но возможно я свожу ее со службой в армии российской федерации. Военно-спортивную эстафету в этой школе проводят впервые. Участники – дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. На каждой площадке реконструкция военных эпизодов. Здесь нормейцы собирают и разбирают автоматы Калашникова и снаряжение магазина. Рядом другие бойцы отрабатывают оказание первой медицинской помощи. Действовать нужно быстро и слаженно, ведь от результатов каждого зависит победа всей команды. Чтобы получить высокие баллы за испытания, мало уложиться в рекордное время. Ребятам пришлось проявить смекалку, смелость, показать не только силу, но и умение работать сообща. Для десятиклассника Мустафы Ягьяева занятия в юной армии больше, чем хобби. После окончания школы он планирует связать жизнь с военным делом. Я переосмыслил многие взгляды на жизнь, я стал более ответственным и самое главное – дисциплинирование. Я бы хотел работать в МВД, ну, также ФСБ или МЧС. Мне это очень интересно. Несмотря на то, что соревнуются ребята впервые, режим строгий и эстафета проходит без пауз и заминок. Пускай получилось не все, но они доказали – силы воли юнормейцам не занимать. Мальчишки и девчонки, которые носят береты с юнормейскими значками, являются примером для подражания своих сверстников. Не только в учебе, в спорте, но и в общественной жизни. И мы обязаны сделать все одно за вещь, чтобы этот год действительно стал переломным в патриотическом воспитании нашей молодежи. Всероссийский социальный проект «Юнармия. Наставничество» в Крыму реализуют уже второй год. Тематических соревнований с нетерпением ждут и в крупных городах, и в маленьких населенных пунктах. Опытные наставники проводят с ними занятия, дети получают навыки, дети получают удовольствие вообще от того, что они становятся частью большой единой семьи Юнармии. И тут самое главное не автомат Калашникова, не переноска пострадавшего. Тут самое главное командный дух и сопричастность к великой истории нашей страны. Проект направлен на социализацию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, это возможность помочь школьникам в выборе будущей профессии. А чтобы ребята поняли, что такое современная российская армия, достаточно и одной такой военно-патриотической эстафеты. Татьяна Балыкина, Алим Велиев, Утро Нового Дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова